У нас в программе есть еще одна традиция. Мы дарим какой-то уникальный такой сюрприз, желание, о котором ты давно мечтала. Мы немного опасались вообще, может ли быть что-то еще в жизни, чего не попробовала Оля Барабанщик. И такое желание нашлось. А именно Оля мечтает покататься на лошадях. Кстати, Оля, насколько я знаю, что последний раз ты сидела на лошади в 19 лет. И, по-моему, это был не очень какой-то интересный сюжет. Что-то как-то там у тебя закончилось не очень хорошо. Я немножечко поправлю. Это было не в 19 лет, а лет в 19 тому назад. А, 19 лет назад. Это была совсем маленькая девочка. Моя лошадь Арабелла. Что-то с ней случилось, и она взбесилась. В общем, ее еле остановили. Я была безумно напугана, и с тех пор у меня остался такой некий страх, который я хотела бы преодолеть. Преодолеть, да. Я думаю, что то, что мы сейчас увидим, не требует каких-то комментариев. Просто посмотрим и насладимся нашим сюрпризом. Вот мы приехали в Манеж, где с помощью профессионала я попытаюсь избавиться от своего детского страха. Здравствуйте, я Оля. Виолетта, очень приятно. Произведем вот таким образом. Подкуп. Подкуп, да, ладно. А как его зовут? Это все это. 50. Самый лучший, самый красивый. Мы берем в руки повод, в левую руку. Это у нас седло в стреме. На стреме мы будем опираться левой ногой, мы становимся боком, спиной к морде, да. Левую ногу мы поднимаем, ставим в стреме. Я стреме опущу ниже, чтобы было удобнее. Ольга, скажи, вот когда ты каталась на лошади, ты как-то разговаривала, что-то приговаривала? Вообще эмоции твои? Так, тихо, 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 спокойно. Нет, на самом деле у меня было очень много эмоций. Изначально это был некий страх, перемешку с таким глубочайшим уважением к этим животным. Но потом, мне кажется, все получилось. Для того, чтобы лошадь пошла вперед, мы чуть-чуть расслабляем повод, туда подаем. И ножками прижимаем, обнимаем сильно-сильно. И он, видите, уже пошел. Сремена – это у нас страховка, не опора, да. А операцию мы будем на колени. То есть обнимать лошадь коленями и вставать из сегла. Раз, два. Упор не на спине, а в колени. Ну вообще это упражнение просто для раскрепощения спины и всадника. То есть, ну, чтобы она себя почувствовала. Почувствовала на секундочку себя какой-нибудь герцогиней на охоте, где-то там собачки бегут. Именно так я себе и представляла. Кстати, по поводу герцогини. Известная личность, король какой-то, не знаю, не помню какой, сказал, что если ты научишься овладеешь искусством езды на лошади, то ты сможешь овладеть искусством управлять народом. Расскажите, сколько нужно заниматься для того, чтобы научиться кататься галопом? Я думаю, что занятий пять это. Вот это называется рейдер. Да? Нормально? Можно сидеть? Можно. Ну все, встать и здесь. Раз, два. Раз, два. Шагом. Хорошо. Хочу сказать, что внутренняя часть бедра работает так, что ни одно, я не знаю, упражнение на аэробике и все это ерунда. Вот лучше общаться с такими вот прекрасными, замечательными животными. Плюс еще такая замечательная тренировка. Ольга, вы на самом деле очень талантливая. Я думаю, что вам достаточно будет четыре занятия и уже поскачете голову. Огромное вам спасибо. Спасибо тебе, Seattle.